Мария Егоровна в интернате «Раздоле» главный мастер по тесту. Она знает все секреты пышного дрожжевого теста. На кружок кулинарной хитрости ходит с его открытия 2019 года и приготовила уже много разных блюд. Специалисты по реабилитационной работе стараются увлечь жительниц самыми разными рецептами. В жаркие дни делали окрошку, весной пирожки с луком и яйцом. Сегодня в меню – киш с зеленью, которую собрали на приусадебном участке интерната. Тесто воздействует моя слабость. Я очень люблю сам процесс, когда тесто, когда мы с вами тесто на занятиях, когда оно посередине принимается, а потом мы его опускаем, но вот этот процесс мне нравится. И тесто мы готовили, и пирожки мы готовили разных видов. Нас все ждут там до дверей, когда мы пирожки. И пиццу мы готовили. Ну, в общем, разно-разно мы. Но сам процесс, вот когда тесто, оно же такое пушистое, мягкое. Чем больше тесто занимается, тем больше его метит, тем оно становится, пирожки бывают пышными. Мы готовили торт быстрого приготовления, мы ездили домашнюю лапку татарскую, делали салаты, пекли пиццу, пирожки, пекли с тыквы, с тыквы, с тыквы, с тыквы, готовили кашу, тыкву, и все, на скорбатке. В общем, неплохо было. Рецепты подбираются с учетом того, что время занятий ограничено, чтобы участницы кружка успели и приготовить, и попробовать свои блюда. Сейчас, например, кто-то режет зелень, кто-то натирает сыр или раскатывает тесто. Цель таких занятий – отработка навыков и формирование самостоятельности. Жительницы учатся уверенно пользоваться ножами, соблюдать меру и пропорции, осваивают электроприборы. Вся эта работа направлена, чтобы девочки не забывали свои умения, навыки, и некоторые научились. Как специалист, я вижу, что девочкам это помогает, потому что здесь развиваются многие качества. Это сплоченность, дружба, взаимопомощь, мелкая моторика. И девочки делятся своей добротой с другими девочками. В завершении мероприятий самый приятный момент – чаепитие. Даже на этом этапе есть важные реабилитационные моменты. Жительницы интерната общаются, учатся вести светскую беседу, сервировать стол. Здесь они чувствуют себя, как на своей домашней кухне.